Всем привет! Сегодня у нас на обзоре недорогие беспроводные наушники Wayfan Star. У нас уже были на обзоре Wayfan Star, но это обновленные версии Made Black. Сегодня мы узнаем, чем они отличаются, что из себя вообще представляют. Всего 23 доллара они стоят, это ультрабюджетные такие наушники. По коробочке здесь Bluetooth 5.2, музыкальный игровой режим присутствует. Сзади у нас характеристики. Откроем, здесь у нас сразу же встречает кейс. Он у нас, как понятно, по названию Made Black матовый. Внутри сами наушники. По комплектации она здесь скутная. Коротенький Type-C кабель, комплект сменных амбушюр и никому не нужный мануал. Вот так здесь выглядит кейс. Яркий зеленый светодиод, снизу Type-C разъем. Больше никаких интересных моментов здесь нет. Наушники выглядят вот так. Вот эта часть у нас глянцевая, а вот эта матовая. Наушники выглядят точно так же, как и предыдущие Wayfan Star. Сенсорное управление. Звуковод выглядит вот так. И снизу контакты зарядки. Наушники весят по 4 грамма. Кейс весит 44 грамма. Радует, что здесь стоит Bluetooth 5.2. Далеко не во всех бюджетных наушниках он присутствует. По степени защиты здесь самая простая. Это IPX5. Только под дождем можно в них пользоваться. По звучанию за эти деньги они мне понравились. Звук чистый. Он качественный. Нет никаких переборов по частотам. Есть небольшой бас. Средневысокие частоты нормальные. За эти деньги музыку послушать, поиграть в игры однозначно их хватит. Аккумулятор здесь в наушниках. На 40 мА хватает примерно на 4 часа на 60-70% громкости. Кейс на 350 мА. С него вы можете зарядить еще до 3 раз. Отличие с предыдущей версией Wayfan Star я заметил только в кейсе. Наушники выглядят так же. Время работы такой же. Аккумулятор в кейсе тоже такой же. Только вот кейс выглядит по-другому. Там он был глянцевый, здесь матовый. Что касается кейса, то он здесь простенький. Не ощущается как какой-то дорогой. В предыдущей версии он мне даже понравился больше. Механизм не скажу, что хлипкий. Но и не скажу, что он прям супер мощный. Вряд ли они умрут быстро. Но по сравнению с предыдущей версией, как по мне, стало чуть похуже. А так можете заглянуть на предыдущий обзор. Посмотреть, что из себя представляют предыдущие Wayfan Star. По цене там все одинаково. Я могу вполне их рекомендовать за эту стоимость. Хорошие наушники. Самое главное, что Bluetooth 5.2. Ну а так, если они вас заинтересовали по дизайну. В ушах лично у меня они располагаются нормально. Не выпадают. Можете и прикупить. Вот такой обзор у нас сегодня был на недорогие наушники. Думаю, такие недорогие наушники всегда актуальны. Если вам понравился обзор, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Дальше вас ждут только более интересные обзоры. Всем спасибо. Пока-пока.